В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Очередной прием жителей прошел в недавно благоустроенном Водылдинском парке. Здесь я хочу вам сказать спасибо за конструктивный подход. В парке Опаренке для участников клуба «Активное долголетие» были проведены дыхательная практика и тренировка. У нас разные направления активного долголетия по интересам. В историко-культурном центре состоялся необыкновенный урок для ребят из летнего лагеря «Бригантина». Главная основа, сверхзадача этого концерта – именно детей, чтобы дети полюбили нашу литературу. Очередной прием жителей прошел в недавно благоустроенном Водылдинском парке. В такой, еще более открытый формат, выездная администрация перешла в летний период. Выездная администрация перешла в летний формат. С наступлением теплого времени года встречи с населением будут проходить в скверах и парках муниципалитета. Теперь жители смогут совместить приятное с полезным. Во время прогулки задать интересующие их вопросы. Дыдылдинский парк стал площадкой для проведения выездной администрации. Место встречи было выбрано не случайно. Новая благоустроенная зона отдыха быстро стала популярной для прогулок среди жителей 6-го микрорайона. Действительно, в этом парке благоустроены и детские площадки, площадка для дрессировки собак, дорожки пешеходные, даже для занятия воркаутом, и теннисные столики, и беседки, и смотровая площадка, уличное освещение. То есть все действительно, особенно мамы с колясочками, они просто ходят, радуются, есть куда присесть, везде имеются скамеечки. Неформальная обстановка на свежем воздухе еще больше располагала к продуктивному диалогу. Жители смогли получить развернутые ответы на многие вопросы. А представители управления служб, в свою очередь, услышать предложения от населения. Стоит отметить, что на приеме присутствовали депутаты Совета депутатов, курирующие данную территорию. Задают жители разные вопросы. По вопросам обслуживания жилищно-коммунальных компаний, жилищно-коммунального хозяйства, по тарифам, по программе регион, безопасный регион, по системам видеонаблюдения, по пробкам, которые образуются в городе, с тем, что особенно внутриквартальные дворовые территории, где находятся учреждения образования нашей школы. Вопрос уборки территории и дальнейшего благоустройства данного парка. Но мы берем на заметку и, конечно, мы, как депутаты, будем стараться выполнять эти наказы в ближайшее время. Александра Кречетова волновало благоустройство автомобильной дороги вдоль домов по Ольховой улице. С этим вопросом я обратился, потому что ее зимой не чистят, хотя снегопады были чумовые. Вот сейчас оторвали все лежачие полицейские теми же тракторами ДЭС. И все лежачие полицейские как лежат, валяются разбиты. А там школы, дети бегают. Там просто каждый день какая-то аварийная ситуация. Вот, в принципе, мне пообещали, что весь дом, вот, Пальтов Андрей Владимирович пообещал, что скоро дорогу тут заберут. Надеюсь, все будет хорошо. На встрече побывали жители и из центральной части города Видное. Татьяна Семенова в беседе с заместителем главы Эдуардом Арадушкиным смогла разобраться в опросе по установке камеры видеонаблюдения около пятого дома по советскому проезду. Самое главное, эта камера была бы направлена на детскую площадку, которая строилась по губернаторской программе, и которая должна наблюдаться вот этими камерами. Вот с этим вопросом я обращалась и вот обещали решить вопросы. В новом формате выездной администрации принял участие лично глава округа. Станислав Катаров проинформировал жителей о возведении новых социальных объектов, а также о строительстве Южно-Латкаринской автодороги, проходящей непосредственно по территории микрорайона. На Юле там было огромное количество вопросов. Мне и Станислав Николаевич Радченко их передавал, и другие наши депутаты, каждый со своего куста, значит, все собрали. Мы все эти вопросы обсудили вместе с Верой Петровной, с Андреем Владимировичем и с проектировщиками этой трассы. Часть из этих поручений наших жителей будут учтены, не все, к сожалению, но мы еще встречи проводить будем продолжать. Глава во время встречи успел ответить на поступающие вопросы и дать поручения по многим темам своим заместителям. Жители, в свою очередь, поблагодарили руководство округа за работу. Подарили нашим жителям ко Дню России, открыли нам пешеходную тропу, просто великолепную, просто очень хорошую. Спасибо за теплые слова, Алла, спасибо за теплые слова. На самом деле здесь я хочу вам сказать спасибо за конструктивный подход. Вот интересный опыт у нас с Аллой произошел, да? Мы поговорили, встретились, значит, с коллегами поговорили, и у Аллы всегда, знаете, как не жалоба, а предложение. Вот давайте вот здесь делаем. А потом она говорит, мы уже 8 лет мучаемся, и сделать никак не можем. Ну и как-то меня это сильно тронуло, значит, коллег тоже. И, к счастью, все уже произошло, действительно, там, Дню России мы это планировали сделать. Алла, вам спасибо за именно вот такой подход. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров с рабочим визитом посетил жилой комплекс «Резиденция Май», расположенный недалеко от музея-заповедника Горки Ленинские. Такие поездки традиционно входят в рабочий график главы муниципалитета. В обходе территории микрорайона Станислава Катарова сопровождали представителей застройщика и управляющей компании. Они рассказали о планах по дальнейшей застройке микрорайона и благоустройстве прилегающих площадей. Также глава округа пообщался с местными жителями. Цель подобных визитов – лично оценить состояние тех или иных территорий Ленинского городского округа, узнать о вопросах, которые волнуют людей, и помочь в их скорейшем решении. В Ленинском городском округе сотрудники полиции привлекли к административной ответственности правонарушителя, который самовольно закрасил дорожную разметку, а именно двойную сплошную линию. В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как гражданин закрашивает разметку дорожного полотна в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции правонарушитель установлен. Им оказался местный житель 1996 года рождения. Я заметил, что мужчины заезжают, чтобы им было удобно, потому что до этого я наблюдал долгое время, некоторые водители было неудобно заезжать. Для их удобства. В отношении мужчины с сотрудниками госавтоинспекции составлен административный протокол по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, повреждениях дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Проводить лето можно активно в любом возрасте. Это доказывают участники клуба «Активное долголетие». В Московской области к движению присоединились уже почти 400 тысяч людей старшего поколения. Долголетые занимаются йогой, северной ходьбой, играют в городки, катаются на роликах, рисуют картины, делают поделки, танцуют. И это еще не весь список направлений. Например, в Ленинском городском округе доступны занятия сапсерфингом. Такой вид спорта тренирует сердечно-сосудистую систему, равновесие и координацию. Всю подробную информацию о проекте «Активное долголетие» можно узнать на официальном сайте. В парке «Опаренки» для участников клуба «Активное долголетие» были проведены дыхательная практика и тренировка. За занятиями следила Инга Инчук. Казалось бы, занятия на свежем воздухе для этих людей стали уже обычным делом. Однако в Ленинском округе для них каждый раз готовят нечто особенное. Танцы под песней Бориса Гуреева стали отличной разминкой перед началом тренировки. С приветственным словом к долголетам обратился заслуженный тренер России Андрей Шишин. Я как человек, имеющий прямое отношение к спорту, и сам профессиональный спортсмен, и мои ученики прошли путь с 5-летнего возраста до золотых медалей олимпийских игр. Конечно, восхищаюсь вами. Вы большие молодцы, и мы знаем, что спорт – это не только здоровье, но и, конечно, наш национальный фонд. Со словами поддержки выступила заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова. С летом, с теплым солнечным днем, с днем, который мы сегодня назвали днем большой такой гимнастики, и вперед, и только вперед. Сначала разминка шеи, потом рук, далее долголет и делали упражнения на ноги. Каждый подход сопровождался указаниями тренера, который помогал заниматься спортом правильно и эффективно. Не обошлось и без упражнений на координацию. Здесь говорим «Окей», и здесь говорим «Окей». Здесь лайк, здесь «Окей». И пробуем поменять. Многие участники клуба «Активное долголетие» вступили в него благодаря занятиям в Центре социального обслуживания «Домодедовский». Постоянные занятия спортом не только укрепляют здоровье долголетов, но и помогают достигать новых высот в спорте. У нас разные направления активного долголетия по интересам. Мои занятия проходят ежедневно, скандинавская ходьба с 10 до полдвенадцатого. Участвуем в городских, в областных соревнованиях, ездим на всякие конкурсы, привозим дипломы, кубки. Екатерина Астахова состоит в клубе уже третий год. Сейчас ей 81, но она признается, цифры в паспорте теперь для нее ничего не значат. Приходим туда, чтобы общаться, радоваться, ну и скидывать возраст. А спортивные практики, которые проводятся в «Активном долголетии», они просто трудно оценить их влияние на нас и все, потому что с нами занимаются очень известные и квалифицированные тренеры. Праздник здоровья и спорта удался. Спортсмены клуба «Активное долголетие» уже ждут следующего занятия на свежем воздухе, которое состоится совсем скоро. Инга Инчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре состоялся необыкновенный урок для ребят из летнего лагеря «Бригантина» Видновского художественно-технического лицея. Как школьники восстанавливают силы и проводят летний досуг, узнала наша съемочная группа. Мохнатая азбука – стихотворение, которое знакомит детей с дикими зверями и птицами. В нем можно найти животных на каждую букву алфавита от «А» до «Я». Познакомить ребят с познавательной азбукой приехал артист Московской филармонии. Главная основа, сверхзадача этого концерта – именно детей. Чтобы дети полюбили нашу литературу, чтобы они знали писателей, поэтов и побольше читали. В лагере создают воспитательную среду, но доступную и интересную для ребенка. Поэтому урок был подготовлен в интерактивном формате. Дети отвечали на вопросы, играли, перевоплощались в героев и много узнали о людях, которые трудились над известными мультфильмами. Мне нравится мультик «Винни-Пух». Там мне понравилась их дружба, как «Винни-Пух» и «Пятачок дружил». Ребята узнали, что Борис Захадер был не только переводчиком, но и гениальным интерпретатором великих произведений мировой детской литературы. Он пересказал известную повесть-сказку «Винни-Пух и все-все-все», «Мэри Поппинс», «Приключения Алисы в стране чудес» и другие, в том числе и сказку «Бременские музыканты». Мне «Бременские музыканты» показала мне мама впервые, а потом уже бабушка мне книжку рассказала. В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей. Ребята на протяжении всей смены ждут не только творческие уроки, но и спортивно-оздоровительные и патриотические мероприятия. Сотрудниками, нашими методистами, экскурсоводами, всеми нашими отделами была подготовлена очень большая программа для детских летних лагерей. В каждом школьном лагере Ленинского городского округа проходят тематические программы, проводят мастер-классы, интерактивные уроки, экскурсии, тематические встречи и другие виды активного обучения. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова